Девушки отдыхают Но в то же самое время в джунглях шаманы проводят древние мистические ритуалы. Есть в жаркой солнечной Бразилии и места, о которых ходят настолько темные легенды, что в жилах стынет кровь. Мне доводилось видеть очень много страшных мест. Но та деревня, в которую я сейчас направляюсь, похоже, станет самым страшным за всю историю программы. На карте ее обозначили как Арарас, но местные жители чаще называют это место деревня призраков или деревня вампиров. По фильмам, книгам и легендам мы представляем себе вампиров, как оживших мертвецов, которые по ночам восстают из могил и пьют человеческую кровь. Считается, что вампиры боятся святой воды, осиновых колов, чеснока и солнечного света. Но все это лишь киношные стереотипы и народные сплетни. На самом же деле те, кого называют вампирами в Бразилии, выглядят вот так. Они действительно живут в бразильской глубинке. Кто эти люди? Чего они боятся? И почему так выглядят? Все это мы сегодня выясним. Вообще очень тяжелые и плохо приспособленные для жизни места. Почва неплодородная. Несколько месяцев в году сплошная засуха. Здесь очень тяжело жить. Ну вот, друзья, мы приехали. Деревня вампиров прямо перед нами. Арарас – крохотное поселение посреди безжизненной саванны. Тут всего несколько улиц, церковь и десятки старых скромных домов. Почти 200 лет люди боялись даже приближаться к этому месту. Ходили слухи, что поселение и его жители проклятые. Потому что большинство из тех, кто тут рождался, становились вампирами. Местная община многопоколений фактически находилась в изоляции. Днем в Араре кажется, что ты попал в город-призрак. Улицы абсолютно пустынные. И ты не встретишь просто ни одного человека. Вот можем посмотреть площадь возле церкви. И так на любой улице. Потому что солнце – главный убийца этих людей. И они от него тщательно прячутся. Безлюдные дворы, брошенные вещи, плотно закрытые окна. Только до 7 утра можно находиться на улице. И только после пяти или полшестого вечера можно снова выйти прогуляться. Все остальное время смертельно опасно. Дело в том, что жители этого поселка страдают от редкого и малоизученного недуга. В очень многих домах здесь можно увидеть пострадавших от этой болезни. Бонди. Бонди. Как вас зовут? Жуан. Мы приехали сюда расследовать эту страшную историю про болезнь, которая просто преследует всех ваших соседей. Да. Моя жена умерла молодой. Отец умер рано. У меня было три брата. Они тоже все умерли. Только я один остался. Всех нас убивает солнце. Кошмар. И причина вот та самая болезнь. Вампиризм так называемый. Как негласно называют его здесь. То есть невосприятие кожи солнца. Абсолютно. Тяжело себе представить, как это – жить в солнечной Бразилии и при этом бояться солнца. Но это факт. Солнце для этих людей не просто главный враг, а убийца. Привет, пацаны. Привет. Вот видите, в дневное время все прячутся обязательно в тени, и мы сейчас поймем, почему это происходит. На первый взгляд перед нами обычные здоровые люди. Но если присмотреться, у каждого из них заметны признаки болезни. Раны на носу, забинтованные руки, ноги, покрытые язвами. Но особенно сильно солнце покалечило вот этого человека. Как вас зовут? Дэйди. Солнце сожгло ему нос, верхнюю губу и большую часть лица. Пощадив только один глаз и уши. У него фактически нет лица. Сегодня его заменяет пластиковая маска протез. Односельчане смотрят на Дэйди и понимают, что скоро могут стать такими же. Это самая большая и вполне реальная опасность для каждого, кто тут родился. Это традиционная молитва, которая проходит в деревне Арарас перед едой. Дело в том, что большинство из этих людей носители той самой страшной болезни. И они тоже в самое ближайшее время могут сильно измениться и стать похожими на вампира. Вот видите, у мужчины на руках такие тканевые защитные рукава. И он их использует, потому что уже болезнь начала проявляться. От подобной защиты зависят жизни людей. Солнце буквально плавит их кожу. Скажите, вот насколько сильно солнце опасно для вас? Очень. Оно всегда опасно, даже под этим навесом. Поэтому мы всегда используем много солнцезащитного крема, длинные рукава и шляпы. Сколько вам в день можно находиться на солнце? Максимум? Ни одной секунды. Если бы можно было поменять ночь на день, для нас это было бы идеально. Сейчас все эти люди стараются максимально спрятать свое тело от солнца. Но всерьез беречь себя они стали совсем недавно. Потому что о настоящих причинах своей болезни узнали только 9 лет назад. Раньше никто и не думал, что это болезнь. Многие верили, что так Бог наказывает за грехи. А вот когда болезнь уже начинает проявляться, как ты ощущаешь солнце? Это больно? Я вот, честно говоря, не всегда хорошо защищаюсь. И когда выхожу на солнце, кожа начинает сжечь. У каждого болезнь проходит с разной интенсивностью, силой и скоростью. Все начинается с обычных веснушек. Это первый звоночек. Если человек продолжает выходить на солнце, веснушки постепенно превращаются в язвы и ожоги. Плоть начинает буквально выгорать. А дальше – рак кожи. У Дэйди именно так все и произошло. В борьбе с опухолями он перенес более 50 операций. Мужчина показывает единственную фотографию, которая сохранила его прежний облик. Что вы чувствуете, когда смотрите на эту фотографию? Грусть. До какого возраста вы оставались с вот таким лицом, как на документе? До 27 лет. Вы очень красивый парень. Потом жизнь перевернулась. Вы часто смотрите на эту фотографию? Да. Если бы я в молодости знал об опасности и лучше смотрел за собой, то сейчас не был бы таким. Вот смотрю на фотку, и сразу хочется спросить, у вас много поклонниц было? Да. Еще когда мы жили вместе с братом, я влюбился в девушку, которая у нас работала. Она ответила взаимностью и стала моей женой. Вот, это ее фото. Симоне. Мы прожили вместе 14 лет, но потом она ушла к другому. Вам больно об этом говорить? Что прошло, то прошло. Надо уметь отпускать прошлое. А ваша супруга, получается, встретила вас тоже еще вот таким? На лице уже были проблемы. Это, кстати, о многом говорит. То есть это действительно была любовь, на которую не повлиял даже внешний вид человека, да? Наверное, да. Она подарила мне главное счастье – двух дочерей. На выходные они приезжают ко мне. А в остальные дни мы общаемся через Фейсбук. Филиас Миниавида. Дети – моя жизнь. У вас очень трогательный аккаунт. А вы активно пользуетесь Фейсбуком? Да, это моя единственная ниточка. Так люди не видят моих увечий, и мы можем нормально общаться. Возьмете меня в друзья. Все, мы друзья. Фейсбук творит чудеса, да? Все-таки современные технологии, насколько они важны? Друзья, я обращаюсь к вам. Давайте морально поддержим Даиди. Я показал, как правильно написать его имя в Фейсбуке. Давайте все попросимся в друзья и отправим личные сообщения на португальском языке. Пожелания сил, здоровья и самое главное – не сдаваться. Я думаю, ему будет очень приятно, когда со всего мира будут сыпаться тысячи сообщений. Жители Арараса – простые люди из бразильской глубинки. Чтобы прокормить семьи, им приходится фактически жертвовать своим здоровьем. Они стараются вырастить на неплодородной земле хоть что-то и вынуждены работать под палящим тропическим солнцем, надеясь только на длинные рукава и большие шляпы, которые хоть как-то защищают от солнца. Дэдди, несмотря на уже полученные увечья, тоже рискует каждый день. Я принимаю молоко у людей, проверяю его качество и веду записи. Каждые два дня приезжает машина с завода и забирает его. Сколько удается заработать? Минимальную зарплату – 952 реала. Этого, конечно, почти всегда не хватает. Дэдди получает материальную помощь на лечение от государства. А на что вы со мной тратите деньги? Учитывая, что лечение вам оплачивает государство? На еду, на одежду. Но и не все лекарства мне оплачивают. Некоторые приходится покупать самому. В итоге остается совсем немного. Карлос – друг Дэдди. Его семья тоже столкнулась с болезнью. Два моих брата уже умерли от этого. Один из них за месяц до смерти вообще ничего не ел. Из-за проблем с горлом он не мог глотать. Эта болезнь очень сильно мучает человека. Проклятие Арараса называется пигментная ксиродерма. Несмотря на то, что внешне эти люди кажутся едва ли непрокаженными, на самом деле болезнь не заразна. Когда вы выезжаете по каким-то делам за пределы, особенно в такой сложной форме, как у вас, как люди реагируют? Никто не хочет подходить ко мне. Люди обходят меня стороной, шарахаются. Многие люди думают, что это заразно. Да. Не бывало таких ситуаций, что вы куда-то приходите, и вам даже отказываются пожать руку, боятся? Очень часто. Мне тяжело представить, что на душе у человека, от которого все отворачиваются, которому даже не хотят пожать руку. Что вы в такие моменты чувствуете? Мне бывает неловко, но это их дело. Я не обижаюсь. Друзья, вот это самая большая проблема социальная, потому что когда таких людей видят, от них шарахаются и стараются не подходить, и ни в коем случае не приближаться и не прикасаться. Хотя, пожму вашу руку, пожелаю вам здоровья, скажу, что прикасаться можно. Эта болезнь не заразная, это генетическое заболевание. Оно передается от родителей к детям. Чтобы быть ближе к современной медицине и лучшим условиям жизни, многим жителям Арараса приходится уезжать в большие города целыми семьями. Там они сталкиваются с еще большими проблемами и дискриминацией. 66-летний Жоанда Сильва и его 71-летняя сестра Ауридес еще в молодости переехали в город Гаяния. Раньше, в молодости, у меня постоянно было чувство отчаяния на душе. В школе было очень тяжело. Одноклассники все время насмехались надо мной и братом. Ему было особенно трудно. Каждый день мне приходилось ждать темноты, чтобы выйти поиграть. Тогда никто не знал об этой болезни. Другие дети шарахались от меня, как от прокаженного. Когда я вырос, я стал ходить в бары, пить. В меня очень долго не получалось устроиться на работу. Началась сильная депрессия. Я задумывался о самоубийстве. Многие уехавшие из Арараса мечтают начать новую жизнь. Пытаются найти свое место в обществе. Это семья Гарди. Оба они родом из Арараса. Но ксеродерма появилась только у Ванды. Мы выросли вместе и учились вместе. Можно сказать, знакомы всю жизнь. Не могу не спросить, в вашей семье, которая привлекает внимание окружающих, были неприятные ситуации, когда в общественных местах были какие-то неприятные высказывания, комментарии? Постоянно. В таких ситуациях я чувствую себя очень скованно. Когда нужно куда-то сходить, я 10 раз думаю, выходить или нет. И частенько отказываюсь. Бывает, иногда в общественных местах мы слышим, как люди шепчутся. Смотрите, какая странная пара. Но мы стараемся не обращать на это внимания. Честно говоря, я всегда мечтала открыть свою кондитерскую. Муж говорит, что у меня лучший в мире бригадейра. Но полакомиться ими может только моя семья. У Ванды Элимара есть сын. Он также болен ксеродермой. Хоть это пока и незаметно. Скажите, а в каком возрасте вы узнали, что вы носитель такого заболевания? Когда мне было 15 лет. Как вы восприняли эту новость? Да, в принципе, нормально. Я уже знал, что это за болезнь. Врачи говорят быть очень осторожным с солнцем. Пока Рожео соблюдает все правила защиты, болезнь незаметна. Но парень понимает, любая неосторожность может привести к тому, что его лицо тоже будет искалечено и его станут называть вампиром. В Барарасе много детишек. Родители стараются защитить их, как только могут. Рассказывают правду о болезни и о том, как важно беречься от солнца. Как зовут? Барак Обама. Барак Обама? А почему так назвали сына? Потому что я родился в США. После первого срока этого президента моему мужу очень понравилось его имя. Вы говорите, что ваш сын болен. А как вы обнаружили? Потому что внешне пока тьфу-тьфу-тьфу, слава богу, все хорошо. Генетический тест уже подтвердил, что он носитель болезни. Я понимаю это. Когда я иду играть, то мажу много крема и надеваю кепку. А вообще я мало гуляю на солнце. Чаще всего я в доме или под навесом, как этот. Потому что быть с телом полностью в пятнах – это плохо для здоровья. Особые потребности детей Арараса требуют от родителей особого внимания. Ну очень же тяжело убедить ребенка, когда он хочет поиграть с одноклассниками, побегать, поиграть в мяч. В дневное время дети наиболее активны. Удается контролировать? Неприятно, конечно, запрещать детям бывать на улице и удерживать их. Но нам приходится это делать для их защиты. Удается сдерживать? Полностью нет. Понятно, как и всех деток. Взрослые пытаются защитить детишек любыми способами. Вот так вот здесь, в поселке Арара, выглядит подготовка, например, к футбольному матчу детскому. Обязательно детки должны закрыть полностью лицо, надеть солнцезащитные очки, намазать все открытые участки тела кремом с максимальным фактором защиты. Детвора, у нас сегодня матч дворовой, да? Да. Можно с вами на матч пойти понаблюдать? Да. Вот так вот, друзья. К сожалению, по-другому никак. Даже просто поиграть в футбол не получится, не укрывшись. Конечно, очень усложняет жизнь деток. Давай, малышка, пробегай. Очень жалко. Им тоже хочется играть, кайфовать, как и всем деткам. Поэтому вот так вот закутываются и играют. Родители пытаются повлиять на местные власти, чтобы хоть немного приспособить Арарас к потребностям маленьких жителей. Глесси, которая фактически стала мамой и наставницей для всех больных ксеродермой, создала ассоциацию пострадавших от этой болезни, чтобы бороться эффективнее. В нашем поселке нет обустроенного места для детей с этой болезнью. Ты сам видишь, на этом поле нет даже навеса, чтобы играть днем или освещения для игры ночью. Ночное освещение здесь просто было бы спасением настоящим. И если бы крытый стадион был. Мы обращались к местной администрации. Конечно, еще с 2011 года мы делаем запросы в администрацию области. Мы обращались ко всем политикам, у кого есть хоть какое-то влияние. Но результата до сих пор нет. Слушайте, ну и бетонный пол, это тоже никуда не годится, это же опасно. Здесь очень опасно играть. Этот стадион абсолютно не подходит нашим детям. Но другого просто нет. И вот это кто пришел такой тоже без шляпы, а? Это вот та проблема, которую тоже многие озвучивают, что постоянно детей тяжело контролировать и тяжело удержать. Если на них не надеть эту шляпу, футболку, балакла, облачки, они выскакивают, дети это дети. Они не обращают внимания на потенциальную опасность, которая не видна. Трудно себе представить, насколько тяжело приходится жить для Марароса. Работа в поле, игры детей и даже просто поход в магазин все эти повседневные занятия солнце превращают в смертельно опасные. Вот видите, сейчас повечерело, и уже все выбираются на улицу, уже без защитных костюмов. Только после пяти часов вечера жители Арароса наконец могут почувствовать себя в безопасности на улице. Доделать работу без защитной одежды, прогуляться в прохладе или просто спокойно посидеть под открытым небом. Для меня очень ценно это время. Днем я не могу вот так вот ходить по улице. Как вы уже, наверное, поняли, именно из-за такого режима болезнь называют вампиризмом, а Арарос – поселением вампиров. Вампиры боятся солнечного света и активны только ночью. В соседних городах Арарос еще называют лунным поселением, ведь только при лунном свете поселок оживает. Ночью кажется, что вокруг обычные, абсолютно здоровые люди, которые собрались на вечеринку. Они жарят мясо, играют на бильярде, пьют пиво и просто общаются друг с другом. Вот, как видите, здесь живут очень дружно. И золотое время – это ночь, когда заходит солнце. Люди предпочитают собираться вместе, готовят скромную, недорогую, но очень вкусную пищу. Вот картошечка основная и немножечко мяса. Обычно вечерами, пятницы и субботы устраиваются вот такие посиделки. И из шести сотен жителей сотня-другая часто собирается. Глисси старается сделать все, чтобы эти люди могли чувствовать себя так же безопасно и днем. Сейчас мы стараемся помогать людям с ксеродермой самыми необходимыми средствами защиты. Тот же самый крем от загара, если его брать качественный, тем более с максимальным фактором защиты, он очень недешевый. Каждому больному необходимо 6-7 тюбиков в месяц. Каждый стоит 200 риалов. На всех наших подопечных уходит 45 тысяч риалов в месяц только на крем. Больше 10 тысяч долларов в месяц на крем. Подождите, а что это за крем такой по 50 долларов? Он золотой, что ли? Это золото, которое спасает жизни. Этот крем сделан в Испании. Мы добились, чтобы солнцезащитный крем признали лекарством. Теперь его гораздо проще импортировать. Вот мы обычно покупаем на пляж 15, 20, 30, а тут 99. Это почти 100% защита. Солнце не проникает. Да, именно так. Мы уже заговорили о расходах, как себя спасти, если в тебя генетически заложена такая болезнь. Вот во сколько обходится реанимация фактически для человека в месяц, в год? На нашу группу из 114 человек каждый месяц нужно 110 тысяч риалов. На крем, обследование, консультации врачей и так далее. 25 тысяч долларов в месяц в провинции бразильской, извините, но мы видим, как скромно вы живете. Вот где взять такие деньги? Мы добились, чтобы правительство штата покрывало эти расходы. Если бы не старание Глейси, в Арараси бы и дальше считали эту болезнь проклятием. Люди так бы и не узнали, что от солнца нужно защищаться и делать это правильно. Без Глейси Ксеродерма уничтожила бы всех жителей поселка, одного за другим. Глейси, расскажите, вот как у вас возникла впервые эта идея, посвятить всю свою жизнь, чтобы помогать людям с этим страшным заболеванием? Мне пришлось лично столкнуться с этой бедой. В три года у моего сына Алисона появилось много веснушек, которые стали превращаться в алдыри и язвы. Врачи долго не могли понять, что с мальчиком. Глейси перевернула уйму литературы. Все указывало на то, что это Ксеродерма. Мне было трудно поверить, неужели у моего сына, такого красивого, рыженького мальчика, настолько ужасная болезнь. Это стало для меня вызовом и борьбой. Вот с точки зрения медицины, почему такое произошло? Такой феномен, такое явление страстное. Большинство ученых считают, что так вышло из-за нашей изолированности. Люди вступали в браки со своими родственниками. Это и вызвало такую генетическую мутацию. Даже моя семья этому пример. Оказалось, мой муж Джоама приходится мне четвероюродным братом. Если бы я знала раньше, что у нас есть вероятность передать детям такую болезнь, я бы ни за что не вышла за него замуж и не рожала от него сына. Сыну Глесси, Алисону, сейчас 15 лет. Чтобы быть ближе к современной больнице и школе, они вместе переехали в город Гаяния. После переезда в Гаянию я стал совсем одиноким. Все мои друзья остались в Араросе. Мама просто говорила, что ты как-то признался ей, что хочешь покончить жизнь самоубийством. Это правда? Ну, иногда. Ты понимаешь вообще, что это означает? Ты понимаешь, что это самая большая ошибка, которую можно допустить. Медицина идет вперед, все развивается. Ты просто будешь красивый парень с веснушками чуть-чуть. Это, поверю, вообще абсолютно не страшно. Ты симпатичный парень, и у тебя все будет хорошо. Понимаю. Глесси призналась, что боится оставлять сына дома одного. На 17 этаже. И сейчас они от греха подальше собираются переехать в квартиру на первом этаже. Какая твоя мечта? Как бы ты хотел жить через 10 лет и каким себя видеть? Медиком. Уже есть отличная цель. Алисон очень скромный парень. На самом деле он говорил мне, что хотел бы учиться на медицинском факультете и в будущем бороться с нашей проблемой. Алисону тяжело адаптироваться в новом городе. Он все больше закрывается в себе. Говорить по душам парню проще всего именно с Дэйди. Он часто приезжает в гости, чтобы поддержать Алисона. В мое время вообще не знали, что с нами такое. А сейчас медицина очень продвинулась. У тебя есть все шансы победить болезнь. При сыне Глэсси старается не поднимать эту тему. Но на самом деле она знает, как остановить болезнь. Способ существует только один. И он очень жестокий. Чтобы предотвратить передачу болезни новым поколениям, нужно рекомендовать не заводить детей с теми, кто может передать болезнь. Нужно провести генетический тест всем жителям Арараса и сделать результаты открытыми. Получается, что это фактически создать черный список людей. Список людей, с которыми нельзя создавать семью. И список людей, которые должны остаться одинокими. Да, только так. Это фактически изгои в обществе будут. Так и есть. Люди очень болезненно восприняли эту информацию. Мне страшно представить себя на месте этих людей. А еще труднее представить себя на месте самой Глэсси. Она четко осознает, что ее сын тоже в этом черном списке. Поэтому, чтобы не вгонять Алисона в депрессию, Глэсси обходит стороной эту тему при сыне. Это невероятно жестоко. Просто я не знаю даже, как это откомментировать. И это дилемма не одной только Глэсси, а многих матерей из лунного поселения. Очень многие говорят о том, что боялись заводить детей. Но все равно, конечно же, шли на этот шаг. В вашем случае вы боялись стать мамой? Я не боялась заводить детей, хоть сын и стал носителем этой болезни. Рожео понимает, что нельзя создавать семью с другой носительницей, иначе их дети точно получат ксеродерму. В молодости я даже не мечтала о детях. Я не думала, что кто-то вообще захочет создавать со мной семью. Но в 32 года я встретила свою любовь. Вышла замуж, и у нас появились дети. Теперь, несмотря ни на что, они мое самое большое счастье. Но за это счастье пришлось дорого заплатить их детям. Они получили болезнь по наследству. Сегодня, когда ксеродерме уже известно, у молодежи есть выбор, рожать или нет. Это превращается в настоящую моральную проблему. Здравствуйте. Как вас зовут? Рафаэлла. Моя младшая дочь. Очень красивая. А вас как зовут? Летисия. А это старшая. Сколько лет старшей дочери? 16. У вас дочери просто королевы красоты. У Рафаэлла и Летисии, несмотря на возраст, уже начала проявляться ксеродерма. Хоть пока это почти незаметно. Вы знаете, по этому поводу мне очень хочется узнать мнение вас, красавиц, девчонок. Вот что вы думаете? Вариант, который через 100 лет, например, избавит Бразилию от этой болезни, говорит о том, что вы никогда не должны заводить детей. Да. Зная о болезни и понимая все риски, эти девушки сталкиваются, пожалуй, с самым тяжелым выбором в своей жизни. Что лучше, рожать, возможно, больных детей или не рожать вовсе? Обрести семейное счастье или пожертвовать им, чтобы не передавать свою генетическую мутацию следующему поколению? Девчонки, а вы помните папу еще с лицом до операции? Нет, не помним. Только на документах видели. Я знаю, что дети и школьное, особенно общество, подростки, они очень жестокие. И вот, например, если вы с папой появлялись вместе где-то среди своих друзей, не было ли среди сверстников каких-то подколок, каких-то издевок? Вот присутствовал такой момент? Иногда бывает, когда мы выходим с папой куда-то в городе, люди смотрят так, шепчутся, что это у него такое с лицом. Некоторые боятся подойти к нему. И нам приходится объяснять, что это не заразная болезнь, что она генетическая. Это грустно, конечно, когда так реагируют. Люди часто смотрят испуганно, но наш папа — лучший папа в мире. У меня просто нет комментариев. Без слез на это смотреть невозможно. Я желаю вашей семье всего самого доброго. Просто дай бог вам выдержать и доказать, что что бы ни произошло, самое главное в жизни семьи. Вы это доказываете, собственно. За целый день вместе с Дэйди меня не раз поражала сила воли этого человека. Несмотря на увечья и шокирующий внешний облик, он нашел любящую жену и прожил с ней 14 лет. Вырастил двоих дочерей. Несмотря на то, что лучи солнца для него смертельно опасны, этот мужчина смог найти работу и полностью обеспечить и себя, и семью. Он не жалуется на свои проблемы, а живет полноценной жизнью. Так, будто болезни нет вообще. И вспоминает про нее только перед сном, когда чистит зубы. Сейчас врачи и ученые всего мира ищут способ вылечить ксеродерму. Сделать так, чтобы целому поколению не пришлось жертвовать рождением детей. Семья — самое ценное и дорогое, что есть у каждого из нас с вами. И наши герои из лунного поселения — не исключение. Они продолжают доказывать — найти свое счастье может каждый человек на планете, даже тот, кто сильно отличается от остальных. Со временем я поборол депрессию, устроился на работу водителем скорой помощи в ночную смену, женился. У нас появились дети. Сейчас я могу уверенно сказать — я счастлив. Я была уверена, что не доживу и до 30 лет. Сейчас мне в два раза больше, и я считаю себя победительницей. Я могу делать что угодно. Могу ездить на машине, проводить время с семьей. Для меня это настоящее счастье. Для меня настоящее счастье — видеть мою жену здоровой. Нам уже по 50 лет, и я могу сказать, что мы живем счастливо. И больше всего ждем внуков. Конечно, у нас сейчас хватает трудностей, но мы и не думаем опускать руки. Я верю, что врачи смогут найти способ вылечить моего сына. Он вырастет и будет счастливым, здоровым мужчиной. А значит, буду счастлива и я. Я действительно могу назвать себя счастливым человеком. Ведь самое главное в жизни у меня уже есть. Мои дочери дают мне силы, чтобы жить. Я желаю вам сил. Самое главное не терять этот позитив, который сейчас у вас есть, несмотря ни на что. С моими девочками надежда никогда не умрет. В это трудно поверить, но генетические мутации не обязательно ломают судьбы и приносят несчастье. В Бразилии есть уникальная семья, которая считает свое отличие от других настоящей фамильной гордостью. Друзья, мы с вами в спальном райончике на окраине города Бразилия. Это столица Бразилии. Кстати, некоторые люди путают и считают, что столица Бразилии – Рио-де-Жанейро, потому что это самый известный город. Столица – это город Бразилия. И вот сейчас в одной из этих новостроек мы с вами познакомимся просто с уникальной семьей. Вы даже не представляете, что вы сейчас увидите. И какие особенности бывают у людей. Здесь живет семья Досильва, которая известна тем, что благодаря своей особенности якобы может влиять на результаты футбольных матчей. Суеверные бразильцы, верящие в магию, в этом просто не сомневаются. И сейчас вы узнаете, в чем секрет. Квартира 1001. Мы договаривались, нас ждут. Сейчас как раз идет футбольный матч. Бонтарчи! Добрый вечер! Добро пожаловать! Заходи! Спасибо большое! Бонтарчи! Здравствуйте! Вся семья традиционно собралась за одним столом, чтобы смотреть футбол. Сегодня очень важный матч, и все бразильцы скрещивают пальцы за любимые команды. Но так, как это делает семья Досильва, не может никто. Опа! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, друзья. Шесть пальцев у Жозе. Нет, вам не показалось. У Жозе действительно шесть пальцев. И не только у него. Вас зовут, хозяюшка? Сильвия. Сильвия. Тоже шесть пальцев, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все хорошо работают? Да. На ногах тоже, извините? У всех у нас на ногах по шесть пальцев. Но женщины в нашей семье удаляют на ногах шестой палец из эстетических соображений. Так, знакомься дальше. Сильвана. Сильвана. Дмитрий, Сильвана тоже шесть пальцев, друзья. И у вас такой маникюр красивый. То есть шесть пальцев для девушки в чем-то круче, потому что больше можно красоты сделать на руках. Да, конечно. Как вас зовут? Анна Каролина. Анна Каролина. Прекрасное имя и прекрасный маникюр тоже. Дороже, наверное, получается, да? Вот если приходишь в маникюрный салон и просишь сделать на двух руках маникюр. А берут больше денег? Нет, шестые нам бесплатно делают. Иначе было бы дорого. А если еще и на ногах, то вообще, да? Конечно. Здравствуйте. Вас как зовут? Луис. Луис, что вы здесь делаете? Я ее муж. А, кстати, вот интересно. Муж с пятью пальцами, а жена с шестью. Детки. У одного шесть, а у двоих по пять пальцев. Кто из них обижается? Мама, почему у меня пять пальцев? Или мама, почему у меня шесть пальцев, а не пять? Ну, то есть есть такой момент? У кого по пять пальцев, переживают, что одного пальца у них не хватает. Они даже, когда считают пальцы, притворяются, что есть шестой палец. Вообще, обычная логика говорит о том, что как это у меня шесть пальцев, но в этой семье практически у всех шесть пальцев. Поэтому те детки, которые рождены с пятью пальцами, говорят, боже, мама, чего-то не хватает. Где, когда вырастет? Молодой человек, вас как зовут? Энрике. Энрике? У вас тоже пять только, да? Пять? Да. А, да, пять. Вас как зовут? Жоанн. Жоанн. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть вы член семьи полноценный? Да, шестипалый. Класс. Это редкое анатомическое отклонение называется полидоктилия, то есть наличие большего числа пальцев, чем у обычного человека. Именно дополнительный палец принес семье до Сильва известность и славу на всю Бразилию. Многие верят, что бразильские футболисты настолько успешны именно благодаря этой шестипалой семье. Они стали настоящим футбольным талисманом Бразилии. К ним часто приезжают журналисты. О них пишут в газетах и показывают по телевидению. А вы все болеете за какую команду в основном? Конечно, всегда болеем за сборную Бразилии. В сегодняшнем матче за Фламенго. Семья до Сильва придумала особый ритуал, который, как они считают, гарантирует победу любимой команде. Вот, друзья, видите, ответственный момент, и все начинают скрещивать пальцы. И вот в этом главный секрет этой семьи. Знаете, вот есть выражение скрещивать пальцы, чтобы пожелать победы кому-то. Например, я могу скрестить только два пальца или вручную попытаться скрестить еще два. Они могут скрестить больше пальцев. Посмотрите, каждый скрестил по шесть пар. Семья верит, что скрещивая шесть пар пальцев, они помогают игрокам забивать голы. И так они колдуют во время каждого матча. Ну что, как вы думаете, колдовство ваше сработает? Конечно, сейчас увидишь. Пенальти. Давай, давай. А, не сработало. Что случилось? Почему? Все из-за него. Я за флуминенце. Он болел против нашей команды. А, так это вы наколдовали все, да? Да. Вот, друзья, мы разобрались. То есть здесь член семьи есть, который за флуминенце. Друзья, а вот вообще к разговору о вот этом колдовстве футбольном. Было что срабатывало четко, и вы уверены в этом? Да, конечно. Например? Всегда, когда мы скрещиваем пальцы, наши команды побеждают. За все время только один раз это не сработало. Это правда. Уже буквально через мгновение семья доказала, что шестипалая магия все-таки работает. Кстати, это знаете почему? Потому что я отвлекал вашего батю. Дайте пять. Вот как вы говорите, кстати, дай пять. Вот у нас есть такое выражение, дай пять, это значит так вот, вот так вот сделать. А у вас же не подходит. Надо сказать как, дай шесть? Дай шесть. То есть в этой семье, друзья. Дай шесть, дай шесть. Шестые пальцы – главная особенность семьи Досильва. И эта врожденная аномалия передается по наследству уже несколько поколений подряд. Еще у моей прабабушки заметили такую генетическую мутацию. Раньше этого очень стеснялись. Но наш дедушка стал учить всех гордиться такой редкой особенностью. Это его портрет, да? Да. Вот, друзья, класс. Дедушка, который сделал эту особенность достоинством и, в общем, стал пиарить семью на том, что у них шесть пальцев. А, на кепке, да, на кепке шесть пальцев. Он был по-своему безумным. Он не мог представить мир без шести пальцев. И считал, что люди с пятью пальцами неполноценны. О, кстати, вот перчатки вижу лежат. Смотрите, друзья, вратарские перчатки шесть пальцев тоже. А, это ваши, да? Да, мои. А где вы взяли шести пальцевые? Я купил две пары перчаток. Вырезал из одной и пришил сюда палец от другой перчатки. А, вот так вот, представляете? То есть каждый раз, когда вам нужны перчатки, вы покупаете две пары. Да. Хорошо, что вы живете в Бразилии и у вас нет зимы. Потому что иначе бы много пришлось покупать перчаток. Нам на зиму нужно много пар. Жоан не только футбольный фанат, но и хороший игрок. Благодаря шестым пальцам на обеих руках он стал незаменимым голкипером для своей команды. С шестью пальцами ловить мяч проще или сложнее для голкипера? На самом деле проще. У меня рука больше. Вот, смотри, у тебя здесь свободное место, а у меня нет. Поэтому легче поймать мяч. Мы приложили, действительно. Есть дополнительный бонус. У нас вот рука одинаковая по размеру, в принципе. Вот только у меня, вот я родился неполноценным, мне не хватает пальцев. Вот, кстати, у вас уникальный случай. Обычно у тех людей, у кого полидоктиния, у кого больше пальцев, чем пять на одной конечности, у них дополнительные пальцы, они почти не функционируют или плохо развиты. А у вас полноценные. Да, у многих людей шестой палец – это просто от роста кожи. А в нашем случае палец имеет нервные окончания, кости и мышцы. Это полноценный палец. А какой из пальцев у вас лишний получается? То есть вот есть классические пять пальцев. У вас большой видоизменен. Это большой палец, как и у тебя, а дополнительный вот здесь. А, вот, вот в этом месте появляется, да? Все пальцы на месте получается. Не хватает только у меня не хватает, когда я за этим столом вот здесь пальчика. Вот так вот. Вот так вот было бы у меня, если я был рожден в вашей семье. Хочешь, покажу, как мы жестом показываем симпатию? Да. То есть люди с шестью пальцами могут показать не только неприличный жест с использованием среднего пальца, а еще кое-какое. А, вы два можете сразу? Что интересно узнать? Название шестого пальца. У нас у всех есть большой, указательный, средний, безымянный мизинец. А как называется шестой? Вторженец. Вторженец! Такие вторженцы в виде шестых пальцев среди людей встречаются нередко. По статистике, один из пяти тысяч младенцев рождается с бонусным пальцем. Как правило, их удаляют сразу после рождения. А вот рекордсменом по количеству пальцев стал мальчик из Индии Акшат Саксэн. Он родился с 34 пальцами. У него по 10 пальцев на ногах и по 7 на руках. А ты знаешь, что даже в Библии упоминаются гиганты, у которых тоже было по 6 пальцев и на руках, и на ногах? Вы заговорили про Библию, и я вижу у вас тайную вечерю здесь на стене. Да. И вы знаете, что ваш сосед тут неподалеку, Иисус? Да, мы слышали. Со мной говорил Господь. Он рассказал, что я Христос. Как, верите, правда, не правда? Нет, не верим. Но с другой стороны, все говорят, что не верят в существование людей с 6 пальцами. А мы есть. Про нас даже говорят, что мы приехали с созвездия Орион. А на самом деле вы с какой планеты? Кто его знает? Может, и с Ориона. Мне очень на самом деле импонирует ваша семья. Вы такие позитивные. И вот эту свою особенность превратили в такой бонус большой. И так классно над этим шутите. Это достойно аплодисментов. Моими 10 пальцами всего лишь, к сожалению. Но как уродился уже. Спасибо. Просто не стоит стесняться своих особенностей. И мы все должны уважать тех, у кого есть отличия. В процентном соотношении в вашей большой семье среди родственников сколько с 6 пальцами, а какой процент родились не такими? В нашем роду 22 человека. И 14 родились с 6 пальцами. Больше половины. Вопрос девушки к вам. Если беременный, кто-то в вашей семье. Первое, что вы пытаетесь узнать, когда идете впервые на УЗИ. Обычно не женщины, а мужчины в нашей семье хотят выяснить, будет 6 пальцев у малыша или нет. Если оказывается, что 6, они безумно радуются. А если 5, тогда уже начинают спрашивать, кто там будет, мальчик или девочка. Короче, важнее сколько пальцев, чем какой пол. Еще забавно. Когда рождается ребенок с 6 пальцами, врачи считают это патологией и пытаются осторожно нам об этом сказать. Говорят, что ребенок здоров, но есть одна проблема. У него 6 пальцев. Мы очень радуемся этому. А весь персонал в недоумении. Давайте уже раз мы заговорили на семейные и на личные темы, наверняка были курьезные ситуации. Мы с женой, например, познакомились в фитнес-центре, обменялись телефонами и даже сходили несколько раз на свидание. А я все это время не замечал, что у нее 6 пальцев. Ей пришлось самой обратить на это мое внимание. Его это так напугало. Он сказал, о боже, что это такое? Он очень испугался. А вы уже целовались до этого или нет? Что раньше, 6 пальцев или поцелуй первый? Сначала поцеловал, а потом шок. Я просто пива тогда много выпил и подумал, что у меня двоится в глазах. А, кстати, пока мы с вами болтали, уже матч закончился. И ваша команда победила. Поздравляю! Не зря они скрещивали пальцы. Магия сработала. Возможно, именно из-за этой семьи бразильские команды так часто выигрывают. У меня к вам просьба еще личная. Я возьму ваши телефончики, напишу, когда будет матч сборной Украины и попрошу всю вашу семью скрестить пальцы. Потому что очень хочется, чтобы мы наконец-таки попали на чемпионат мира и Европы. А в последнее время, ну, вот как-то сложно идет игра. Поэтому очень вас прошу, помогите нам. Хорошо, но только не тогда, когда будут играть в Бразилии. Окей, договорились. Украина! 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 Спасибо большое! Теперь мы просто обязаны выиграть. Спасибо. Родиться шестью пальцами у некоторых народов считается меткой дьявола. Другие называют это заболеванием. Третьи видят в этом наличие магических сил. А семья Досильва уверена, что быть шестипалым – божье благословение и символы избранности. Они находят в этом свои преимущества и максимально используют их. Я очень люблю плавать. Когда я вот так сжимаю пальцы, получается, как ковш. Поэтому гораздо проще отталкиваться от воды и плывешь быстрее. Вот смотрите, у вас какая ласта. Извините за сравнение на руке. О! То есть вы сможете загребать. Ого-го-го как. Смотрите сразу после рекламы. Как шестой палец помогает в быту. Пять пальцев у нас для букв. А шестым удобно нажимать на пробел. И с какими сложностями сталкивается семья Досильва из-за своей особенности? Например, чтобы сделать паспорт, нужно сдать отпечатки пальцев. А аппараты не рассчитаны на шесть пальцев. Вот, кстати, я обратил внимание, вы сейчас клацаете Инстаграм. И вы это делаете совсем не так, как делаем мы, люди, с пятью пальцами. Я могу держать телефон одной рукой и ей же увеличивать фотографию, например. Удобно набирать сообщения. Что еще удобнее? Ну вот, к клавиатуре приспосабливаетесь, превращаете это в преимущество, чтобы быстрее печатать. Да, это у нас хорошо получается. Пять пальцев у нас для букв. А шестым удобно нажимать на пробел. Как будто для таких, как мы придумали. Хорошо. Печатать удобнее. Для пробела палец есть. Телефон использовать удобнее. Смартфон. Что еще? Бывают и сложности. Например, чтобы сделать паспорт, нужно сдать отпечатки пальцев. А аппараты не рассчитаны на шесть пальцев. Такое же может быть в аэропорту. Вот вы влетаете, например, в Эмираты Объединенные Арабские. Или в Малайзию тоже. И вам говорят, оставьте отпечатки пальцев. А вы такие, опа! А, и пограничник будет удивлен, да? Было такое? Да, они очень удивляются. Я обычно говорю, надеюсь, вы не думаете, что я террорист. А обручальное кольцо где у нас? Я могу носить и на этом, и на пятом пальце. У вас есть выбор. То есть, в принципе, можно подумать о двух кольцах обручальных, да? Нет, нет, нет. Это настоящая проблема для наших мужей. Нужно тратить больше денег на кольца для нас. На музыкальных инструментах играет кто-то? Да, Каролина раньше училась играть на пианино, но учитель заставлял ее играть пятью пальцами. Ей говорили поднимать один, и Каролина из-за этого бросила школу. То есть, вы из-за этого музыку бросили? Да, мне приходилось вот так играть. Поэтому, когда в музыкальную школу пошла моя дочь Мария, я попросила преподавателя использовать все 12 пальцев. К счастью, учителя не отбили желание заниматься музыкой у 13-летней Марии. Недавно она начала играть на фортепиано. И пока мы смотрели матч, усердно занималась. Такое количество пальцев помогает мне играть быстрее, но я еще только учусь. Сколько лет ты фортепиано занимаешься уже? Два года. Я тоже занимался в детстве, но мне явно не хватало пальцев. Я очень люблю классическую музыку, особенно Рахманинова. Говорят, что его произведения были написаны как будто для пианистов шестью пальцами. Настолько они сложные. Ну, возможно, у вашей доченьки большое музыкальное будущее? Мы очень надеемся. А вот мужчины в семье Досильва прекрасно играют на гитаре. Шестью пальцами, на шестиструнной. Спасибо вам за невероятный вечер. Разрешите поднять тост за вашу семью. Вы замечательный пример того, как важно жить на полную, невзирая ни на какие особенности. И как важно абсолютно ничего не стесняться. С вас нужно брать пример очень многим. Счастья вам! По традиции нашей программы, на прощание я решил подарить украинские сувениры этой невероятной семье. Для хозяйки. Какая красота! Надевайте, надевайте. Спасибо. Откуда вы знаете этот танец, а, габак? Откуда? Из интернета, гугл. Героям нашей сегодняшней программы досталось непростое наследство. Генетические мутации – это то, что невозможно изменить или вылечить. С этим приходится смириться. Но семья Досильва и жители поселка Арарас доказывают, что каким бы ты ни родился, можно и нужно научиться жить полноценно. Жизнь одна, и важно найти в себе силы и искать свое счастье. А главная цель нашей сегодняшней программы – показать обществу, что к таким людям нужно относиться с пониманием. Ведь мутации и внешние отличия не делают их хуже всех остальных. Они достойны уважения и помощи, особенно если в ней нуждаются. И наша с вами задача – помогать им или хотя бы не насмехаться и не дразнить, относиться с уважением. Смотрите в следующей программе. Мы познакомимся с уникальной семьей, которая решила родить целую футбольную команду. Скажите, как вообще получилось так, что у вас 13 детей? Вместе с родителями узнаем невероятную новость. На самом деле я растерян, ведь для меня это большая неожиданность. И сделаем подарок, который навсегда изменит жизнь многодетной семьи. И нашли их мечту. Огромное спасибо. Это такой ценный подарок для нас. Слава богу за такой подарок. Я тебе благодарен. Редактор субтитров А.Семкин